Я сегодня постараюсь вам показать состояние, собственно говоря, техники для открытых работ в мире, показать нашу позицию там в определенной степени, и отсюда мы можем делать выводы о том, кому достанутся деньги и за счет чего мы будем в состоянии выполнить те планы, которые поставлены перед нами. Как вы знаете, в декабре 2011 года состоялась крупная события в городе, в том мире, когда компания «Катапиллер» почти за 9 миллиардов долларов привела компанию «Музенос». И тем самым она оплатила практически всю зону подземных и открытых работ, за исключением одного сектора, о котором я буду говорить несколько позже. Что же имен «Катапиллер»? Не буду перечислять, вы на картинке видите, это имен «Катапиллер» до того, как он объединился или погладил «Музенос». А что имен «Катапиллер»? Вообще чисто «Бессаревс» производили здесь лопаты механические, драглайны и мощные дворовые электрические станки. Все остальное – это приобретенные «Бессаревсом» в процессе поглощения своих конкурентов и так называемых «друзей». Внизу перечислено, собственно говоря, что приобрел «Катапиллер» до того, как он попал в лапы «Катапиллера», и тем самым создалась, в общем говоря, картина, где фактически охвачены все виды механизации на открытых работах, за исключением против следующих, которые я скажу позже. Вот эта картинка наглядно показывает присутствие «Катапиллеров» в организации открытых работ в желтом цвету. Остальными цветами выделены остальные производственные объединения мира, которые поставляют те или иные виды оборудования. Это на открытых. Аналогичная картинка можно представить на подземках. Единственный конкурент, более-менее весомый в мире, это «Джой Глобал», который под собой имеет такие предприятия «Мушнинг», как «Хаммешфегер», «Континентал Канверс» и многие-многие другие. Если бы, конечно, «Джой Глобал» объединился, не дай бог с КАМАЗом японским, то тогда будут два в мире «Колоса», которые фактически охватывали были с циклами. Кого, собственно говоря, не смог приобрести, ну, может быть, и не хотел, или не мог физически сделать. Оборудование компании «Тисунгру», которая производит мощный ростров, экскаватор и конвейерную технику. И компанию вторую, «Мантограф», «Кенова», которая тоже является производителем этой техники и по существованию конкурирует друг другу. Но надо сказать, что эта техника очень дорогая и редко применяемая, все-таки по масштабу. И, конечно, выгодит от производства подобных техники, это специфика соответствующая. Хочу отметить некоторые моменты по системам открытой разработки. Конечно, представленные здесь системы достаточно редко применяются, потому что требуют соответствующих геологических условий и соответствующие техники. Тем не менее, они являются одними из самых производительных, но и требуют, собственно говоря, достаточно мощной техники, о которой мы будем говорить. Вот в качестве примера фотографии транспортно-отвального моста длиной 500 метров, который эксплуатируется в восточной части Германии еще с времен существования ГДР. Ну, как вы себе представляете, открытые разработки здесь осуществляются, с крыши осуществляются дремя или четырмя цепными экскаваторами очень мощными, работающими на транспортно-отвальный мост, который отсыпает отвал в той же последовательности практически, в которой он снимает с крыши. То есть, сохраняет геологическую структуру в вырубленном пространстве и в то же время обеспечивает движение открытых работ в направлении слева направо. При этом открывается определенный гену угля, который, собственно говоря, и определяется длиной пролета между опорами, где-то составляющими 200, по-моему, 30 метров. Аналогичная система по характеру отработки для применения транспортно-отвального, простите, отвалообразователя. Просто суть дела заключается геологически в том же самом виде движения, но просто опора находится на одном месте, и такая машина эксплуатировалась в Соединенных Штатах, имела от места загрузки до места выгрузки в длину 300 метров. Вот довольно широко распространенные в Германии и в ряде других стран открытые разработки с применением также мощной техники и с перевозкой с крыши в отвало с места добычи по контуру двумя типами, либо конвейерами, либо железнодорожными танками. Хотя наиболее широкая распространенная технология применения в мире, это, конечно, автомобильный, экскаваторный способ. Самый совершенный, но и достаточно дорогой. Техника крупная, конечно, она делается теми концертами, о которых я говорил, хотя очень часто гарники переходят к эксплуатации машин, так называемых, в корочных параметрах или компактных, как вы сказали. Но в этом есть свой резон, хотя есть свои недостатки. Эти техники, которые требуют применения большого количества транспортных горизонтов, а транспортные горизонты – это расходы большие. Поэтому имеет место и так, и другая техника, и достаточно широко она развивается. Также, весьма активно применяющиеся виды разработки в Австралии и в Соединенных Штатах – это применение мощных шагающих аккаваторов, отличающихся достаточно большой длиной стрелы, о чем я буду говорить и достаточной конъективностью ковша. И такие, в общем, разработки являются экономически одним из самых производителей. Там, где позволяет скрывать полезно ископаемого небольшими участками, с прямой перевалкой породы от места зачатывания, места выпуски, и параметры, собственно, этих разработок, которые являются длиной стрелы. Это главная, собственно, проблема сегодня в создании экскаваторов, и двигается оно в направлении увеличения длиной стрелы, вплоть до 130 метров, что позволяет иногда избавиться от двойной перевалки для применения двух ковшений. Ну, а смешанные системы, они широко известны, когда применяются и то, и то, и то. Метод — это применяется с конечным геологическим строением и размещением полезного ископаемого. Конечно, цикличный автомобильный ископаемый метод требует выполнения последовательности работы. Дурение, взрывание, подростка, транспортирование термосфалов, либо, если полезные ископаемые, на оборудительную фабрику, если трэшит подвал. Но, конечно, для этого требуются автомобили сегодня. Здесь представлены наборы автомобильной техники, которые существуют на сегодняшний день на Руке, и, к сожалению, отсутствуют российские производства, но хотя бы у нас есть ГИЛАС, которые нас в достаточной степени снабжают высокопроизводительным и мощным оборудованием. Вплоть до границы сегодня проходят где-то на линии 360 тонн взаоподъемности, чуть больше, чуть меньше. Но это основные, так сказать, производители. И здесь, конечно, не делающее место с зарплатой сегодня Катарпиллер, поскольку он сам делал самосфалы достаточно мощнее, с механическим приемом, но он купил ЮНИ-3, в составе университета, который делает самосфалы с электрическим приемом, в частности с переменом ДОК. Вот на этой картинке мы видим образцы самой мощной техники. И хочу вам показать, конечно, в прошлом году в Лас-Медосе выставил дела на свои самоги. А вот в Минхене, буквально месяца назад, значит, я сделал эту фотографию, это наши отечественные ярославские коммунцы в заподъемности порядка 100 тонн. Так что есть хотя бы начальный этап производства самосфалов на нашем рынке. Значит, какая же проблема, вообще говоря, должна быть решена, чтобы избавиться от большого объема перевозок помощи автомобилем транспорта. Это, конечно, применение конвейерных установок. Но для того, чтобы конвейер можно было поставить, для этого надо промежутки между взрываемой породой и погружаемой автомобилем. Значит, на место транспортирования поставить дробилку. Дробильный агрегат – это сегодня направление, на котором очень многие компании делают большой бизнес. Это самое развивающееся направление, позволяющее применять конвейеры, если вы будете в состоянии создать крупность куска порядка 300 мм. И тогда решаются проблемы. Значит, есть три типа дробилок, как вы знаете, стационарные, полустационарные и мобильные. Вот полустационарные, как раз для них компания Тисенкруп делает соответствующие генераллические перевозчики, которые подъезжают под эту дробилку, поднимают ее и перевозят на новую позицию. Поэтому вот цепочка оборудования, она строится, бурение, взрывание, промежуточная погрузка, затем дробильная и далее конвейерный транспорт в тех иных видах. Но надо сказать, что на этой картинке вы совершенно наглядно видите эффективность применения дуэльной техники. Значит, автомобиль, как вы себе представляете, в одну сторону едет дружина, а в обратную сторону пустой. Отсюда коэффициент использования тары, так сказать, не превышает 40%. Тогда как стационарные конвейеры имеют коэффициент использования солевого металла вплоть до 80-90%. И чем труднее автомобиль, тем менее эффективность, так сказать, конечно, топлива. Хотя этот вопрос, конечно, еще зависит от того, в каком состоянии находится нефтеперерабатывающая промышленность и сколько стоит топливо. Ну, конечно, и автомобили, потому что цены сегодня изобретены. А шагающий трогает, хотел бы сказать. Значит, основной производитель теперь является под эгидой Катерпиды, это, конечно, Юсарус. Причем очертание, если вы посмотрите на экскаваторы Юсаруса, это не что иное, как в прошлом Марионе. В свое время приобретя Марион, Юсарус отказался от трубочных стрел и стал делать экскаваторы в системе, которая приняла. И вот обратите внимание на эту машину. Впервые выпущена машина без редукторов это то, чем мы всегда гордились, что наш Уралмаш-завод делает экскаваторы, у которых нет редуктора. В свое время еще, если вы помните, был такой экскаватор КВГ-3565, у которого тоже нет редуктора. Но там больше по причине его трудности изготовления сегодня по этому пути, а сегодня пошли по пути применения низкооборотных двигателей с высоким моментом, для того, чтобы получить динамические характеристики. Ну и основной конкурент у Уралмаш-заводов КВГ-3565, который делает фактически тот же ряд абсолютно. Если посмотреть на цифры, это диапазон от 15-20 кубометров до 110 кубометров и длина стрелы до 130 кубометров. Ну и, конечно, надо упомянуть нашего производителя, основного в России, это Уралмаш, который нам предлагает машину от 11 до 100 кубометров вместимую сюда. А вся, конечно, основная группа машин, которые сегодня более временем имеют спрос, эта машина где-то 25-40 кубометров. Ну, я не упоминаю, здесь НКМЖ, который по сути масштабу наступает, Уралмаш у меня тоже присутствует на рынке. Теперь я выявляю на погрузчиках. Здесь у нас выбор таков, что механические лопаты, ковшовые погрузчики, гидролопаты, прямые и обратные. Значит, в этой таблице даются приблизительные характеристики применимости и эффективности того именно оборудования и будут на этом останавливаться очень специалисты, потому как всегда были. Ну, а основные производители механических лопат на сегодняшний день это Харлишфигер, это Бюсайрос и в серединочку забрался Китай, который нам предлагает сегодня лопаты вот там 12 км и до 65 км. И на нашем прошлом году я проехал по Кузбассу и Сибири и должен нам сказать, что я там увидел уже китайские экскаваторы и которые, как говорят лопатационники, ни скоб и не уступают машинам Бюсайрос или Харлишфигер. Ну, а наши производители вот чем сегодня гендация нашей, к сожалению, больше, чем ДКБ 32Р экспериментальной машины, которая находится в центре, нам пока промышленность отложить ничего не может. А к чему это приводит? А приводит это к тому, что на наш угольный бизнес внедряется Харлишфигер, Бюсайрос, гидравлические машины КамАЗу, ну, значит, и прочее не будет три часа, я вам еще несколько скажу позже. Значит, основная задача перед нашими машиностроителями это, конечно, самым неотложным и быстрыми темпами надо выйти на рубежи экскаваторов 30, 40, 50 кубометров, что, собственно говоря, и стоит в плане работы этих заводов, насколько я знаю, но о том они и улицами говорят. Не могу не упомянуть разработку последних лет, которые сделал Бюсайрос, это машина с гидравлическим напряжением рукавицы вместо каната системы. Цель избавиться от канатов, которые приходится менять 4-5 раз в году. А это стоимость каната, это стоимость рабочей силы, которая делает эту работу, это простой экскаватор на то время, которое он стоит. А вот гидронапор гарантирует нам 2 года подтверждения компании без аварийной и газоскоростановочной работы. На самом деле больше, даже на сегодняшний день мы знаем, что они работают достаточно успешно. Вот так устроена эта конструкция. Я думаю, сказать, что она не очень сложная, и у многих, конечно, есть сомнения, будет ли она конкурентоспособна по надежности. Но пока нет никаких, так сказать, разложений только от этого. И вот 4 основных производителя в мире крупных гидронапористских экскаваторов. На самом деле гидронапористские экскаваторы делают компании в мире 20-30, может быть, но 4 самых крупных маяцей картинки и 3 из них находятся в Германии, хотя имеют этикетки, иногда не имеющие отношения к Германию, в частности, к Карлсу. КамАЗ, это не что иное, как бывший Манглс-Мангелл. Ну, а Эрншейн-Копель это потом стал Терексер, а теперь это Котерпиллер. Что касается Рихера и Хитачи, значит, где-то граница сегодня 50 кубометров. Весьма эффективная и должен вам сказать, что сегодня в России работает свыше 100 гидронапористских экскаваторов, из них 50 машин под КамАЗу в Германии, то есть, это Манглс-Мангелл, он бывший, и наступление этих машин и на север, на север вполне успешно идет. Мало того, я должен сказать, что завод, я в прошлом году, то есть, в этом году был на заводе Юссельдорфе, к сожалению, этого завода, они ограничены возможностями развивать производство, потому что вокруг жилые помещения исторические так сложились, что им некуда двигаться, и они перебросили в Японию производственную мощность, 50 экскаваторов со сместимостью ковша от 30 до 50 километров, и 300 машин они сейчас перебрасывают в Японию, класс PC 3000, в общем, это машина 20-25 километров, вот так обстоят дела, не буду говорить, что в наших жилях отечественных производств пока не может похвалиться машине больше, чем 5 километров, может быть так сильно. Пару слов по Трипалу, гидравлинин, это особенность машин Теркс, Теркс амшин-копия теперь от Трипера, это крепление гидроцилиндров подъемом стрелы и управление ковшом на трехугольнике с жесткой тяной, что дает собственно говоря эта конструкция. Вот на этой картинке мы сейчас увидим, что система 3-пауэра позволяет двигать горизонтальный ковш, используя только гидроцилиндров движения подъема. При этом не нужно управлять остальными цилиндрами, работают только не цилиндры, а остальные находятся в пассивном плавающем повторении. И теперь вторая операция, неприятная операция, это операция максимального подъема управления подъема стрелы. Остальные гидроцилиндры находятся в пассивном ситуации. Мало того, система 3-пауэра позволяет вот это обычная система подъема, крепления подъема стрелы. Значит, при подъеме из нижнего положения в верхнее положение происходит уменьшение рукой плеча приложения силы гидроцилиндров подъема. Вот в частности при обычной конструкции потеря момента подъема 45%. А система 3-пауэра при подъеме из нижнего в верхнее положение теряет плечо только 20%. Так что теоретически это были акашовых тяжелых погрузчиков. Тоже, к сожалению, наше отечественное производство не может пропалиться ничем крупнее 5-7 кубометров на сегодняшний день. Тогда, когда делался первоначальный доклад максимум подъемности был и вместимость каша 36 кубометров приблизительно. А вот вам машины две, которые в Лас-Вегасе были в прошлом году представлены. Наверху это фарнишвейер, на самом деле это компания которая делала и раньше погрузчики 70 кубометров это ничто иное как 56 кубометров вместимость каша. И такая же машина внизу Катерпиллер сделала. Так что вот вам конкурент современного экскаватора и при соответствующей подготовке породы взрывом весьма эффективно они конкурируют с лопатами и обеспечивают очень высокую производительность. бульдозер здесь конечно все прекрасно знают что есть два мощных конкурента Катерпиллер и Камансу причем наиболее ходовые машины это классы до примерно 800 машинных сил и вот наш слава богу более менее машина которая фигурировала в минусине Т-44 более менее удовлетворительные характеристики имеет хотя еще может быть самым высоким скретер самохладный у нас практически в России малоизвестный вид оборудования может быть строители еще где-то используют иногда на строительной дороге но незаменимая техника для рекультивации для снятия полезного слоя и для перемещения на выводное пространство для того чтобы засеивать и восстанавливать землю хотя и как самостоятельные убывающие машины эти машины весьма эффективно используются особенно двухдвигательные или работающие в системе вне толка или использующие элеватор как показано у нас в своем рисунке довольно оригинальной машины мы его видели недавно это прицепные скреперы с опрокидыванием кузова ну как знаете скрепционарный скрепер обычный у него задняя стенка выдвигается гидроцилиндр вперед а здесь показано поэтапно здесь кузов так поворачивается и выгружает собственно говоря породу для легких пород можно составлять поезда с грузоподъемностью и с филитивностью до 40 кубометров причем этим машинам разрешается ездить по гражданским дорогам потому что у них колесная система и тем самым в условиях где-то строительных пригородных разработок это весьма оказывается эффективно теперь вот пару слов о очень интенсивно развивающейся машинах так называемые фрезерные комбайны которые сегодня применяются для послойной выемки очень крепких пород я вам должен заметить вплоть до того что мы на картинках видим они снимают на аэродромное покрытие где бетон армированный стальными прутями и он совершенно спокойно отрабатывает эту не говоря уже о губле черной грудь и прочее насчет машины компания вермер тоже сейчас на нашем рынке очень широко внедряется в чем тут две системы система с так называемым приводом располагающимся здесь гидравлическим а здесь есть цепь непрерывная которая входит в этот барабан является неотъемлемой частью вот эта машина разрабатывает крепкие породы с глубиной до половины диаметра барабана оставляя разрушенную породу на поверхности кто-то потом ее подбирает если это уголь то это просто необходимая вещь чтобы договорительное дразделение если это порода зато крепкие породы бетоны всевозможные руды эта машина совершенно спокойно зарабатывает здесь вот она должна была быть показать вам как работает видно значит несовместимость компьютера и вот этой программы не позволяет это сделать а в Лас-Вегасе мы увидели удвоенную предыдущую машину 1655T которая имеет барабан шириной 4,5 метра и глубину рыхления до 71 см очень мощный двигатель 1200 Катерпиллера и масло я кстати забыл вам сказать одну вещь я вспомнил когда Катерпиллер так в чем смысл был компании Катерпиллера приобретят значит Бесарус и соединив это все под свои дизель выгод несколько во-первых она приобрела дилерскую сеть из 130 тысяч специалистов это полторы тысячи дилерских контор и значит фактически под единой Катерпиллера сегодня сосредоточилась единая ремонтная база конечно производителям не выгодно покупать у разных тракторов одного экскаватора другого там что-то удверь зато теперь они имеют единый ремонтник который обеспечивает и поставку и гарантированную эксплуатацию оборудования и что самое главное во всех видах оборудования которые приобрел Катерпиллер он заставил сменить двигатели на своей Катерпиллер вот он собственно говоря эффект таких казалось бы необоснованных трат но это очень важно мантократ для выработки относительно мягких пород имеется ампальная стрела которая позволяет присоединить вернее подать автомобильный транспорт под подгрузку но есть варианты исполнения машины такие же как предназначены для разработки крепких пород без подгрузки какой-либо транспортного средства но затем хорошо известные вам машины дырки которые вы на дорогах видите снимающих асфальт тем не менее они эффективно используются в угольной промышленности при разработке всевозможных полезных ископаемых средней крепости ну и одна машина которая платировалась у нас на углом разрезе это машина теснгруп по сути роторный эскалатор с четырьмя роторами которые позволяют отрабатывать уголь я бы не стал что это очень большая эффективность но тем не менее такие машины существуют и они могут использоваться и наконец всевозможные плуги поделки такого местного масштаба когда берется трактор и на него придянуется вертикальный или горизонтальный плуг и затем подбирающая система которая двигается так сказать след за разрушенной породой и передает ее в какое-то автомобильное средство надо сказать очень производительные машины при соответствующих породах мягкие и в общем они производят я не имею возможности показать у меня все эти фильмы есть но это производит оглушительные впечатления эффективности теперь об уравом оборудовании вот здесь представлено 5 видов новых вернее не 5 видов а существующих видов применения буровой техники и способов гурения которые вам хорошо объясняют этот рефоразовный метод все знают погружной пневмоударник тоже все знают но я так не погружной пневмоударник и широчное или вращательное бурение широчное или режущенное колокол и вот два новых более или менее это гопрок это то же самое перфораторное бурение только кстати это разработки атмосковка у которого разделены функции удара и функции вращения то есть это стык между ударной частью без респовой поэтому нет рассеяния энергии а передача момента осуществляется наружной трубой и вот появившийся новый способ также не знаю насколько он эффективен это установка погружного пневмоударника над шарошечным долотом но необычного погружного пневмоударника специально разработанного пневмоударника который используется для вот этого метода бурения что вероятно улучшить диапазон или увеличить диапазон потребности применения этого способа демонстрирую вам набор всевозможных видов санков ударно вращать пневмо с гидравлическим пневматическим способом демонстрации удара и вращения вот такое очень важное то же самое могут показать и санвика и ряда других компаний к сожалению вот это можно только показать то что нам предлагают наши отличные производства пару слов о машинах автоскопка сейчас весьма эффективно на разрезах Кузбасса и Сибири внедряются эти машины сколько их там я думаю представители автоскопка здесь скажут нам можно сказать что это очень впечатляюще результаты вот здесь показан массив дворового станка который тот момент когда я сфотографировал набурил 36 км за месяц буквально через месяц как я уехал у него уже было 42 км я должен сказать что потенциально вообще станок может набурить и больше было бы необходимо ну и хочу отметить конечно особенности станков атласковка в прошлом гимнерсовре как вы знаете как впрочем то у Сангрика и у многих других это верхний вращательский привод это система подачи и самое главное это система единого силового агрегата это либо дизель либо электродвигатель на одном выходном валу у него сидит компрессор одноступенчатый или двухступенчатый на другой стороне насосная станция с некоторым количеством насосов и все системы на Сангрика управляются с помощью гидравлики фактически без применения ручного труда автоматизированы последние так сказать разработки компании которые занимаются вообще космической техникой они предложили системы автоматизации мировых станков которые позволяют эксплуатировать их без участия человека один диспетчер сидит где-то на ружу управляет там пятью шестью станками сколько им так сказать доверено ну и мало того что он управляет поскольку машина цикличного действия там все последовательно известно что нужно делать если за будет подготовлен все эффективно работает самое главное что диспетчер и взрывники получают вот эту картинку они знают полностью структуру забоя которые они будут взрывать они знают куда заложить побольше куда поменьше какое сделать заявление и прочее прочее картина очень полезная для взрывников и вообще для диалогов ну и вот значит так выглядит современный станок это начиная с битвайпер 335 и вот последний 311 который был в Лас-Вегасе представлен они имеют такую комфортабельную кабину полностью значит 20 джойстика сенсорный экран и максимум усилий то есть минимум усилий для того чтобы осуществлять работу и максимум помощи со стороны автоматизирования системы санки 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 джойстика я бы вам сказать что сегодня на рынке они у нас присутствуют в России в большом количестве также они занимают второе место после отпусковка ну и есть ряд других компаний о которых не буду особенно говорить вот Шрамсов санки затем конечно наш отечественный рутбор машин здесь два просца слева значит это СБШ-250 и справа СБШ-250D это последняя разработка о ней я буду говорить сегодня представитель который отличает от СБШ-250 просто тем что вместо двигателей электрических они поставили гидравлические двигатели и заменив силовую установку на камень двигатель к нему присоединили компрессор или кондиционер или кого-то там не помню сейчас гидравлические 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 в общем конечно с точки зрения я например рассматриваю эту машину как экспериментальную но не как достижение завода потому что в старую машину вставили новые компоненты а ее так сказать потенциал технический остался тот же самый я должен сказать что машины главные недостатки машин рутбурмашер это то что они проигрывают во всех технологических операциях бурения то есть начиная со снятия домкратов и потом 7 или 8 последовательных операций и в каждой операции они проигрывают машину с огнением бенефицированной но тем не менее слава богу сдвинулись вот как выглядит с электрическим мотором а так с двумя гидромоторами каретка каретка сама по себе каретка вращает вращатель это конечно слишком старая машина на которую я давно думал что она все-таки займет какое-то определенное место среди машин класса среднего и в частности губольной промышленности однако за 10 лет не произошло этого пока но надеюсь что завод предпринял какие-то операции с тем чтобы довести эту машину на дорогу и вот здесь как раз показано вам то о чем я в своем интервью говорил что недостатки наших отечественных машин начинают проявляться там где есть очень хорошая организация труда и где относительно некрепкие породы там потери на помогательные операции оказываются весомости в цикле бурения очень высока и там где крепкие породы где вообще работают тяпляп там все эти недостатки изглаживаются и очень гордиться ротбормаш тем что мы нашими станками бурим породой H20 по портальякому так спрашивается что же вы делаете для этого существует машиноударно-вращательное бурение и то что вы бурите по портальякому и так далее то это конечно спасибо но я понимаю что тот у кого есть этот станок у него либо не на что купить новые ведь оборудование либо он для сетевого дорабатывает до конца но на самом деле это безобразие и оборудование для выработки угля из-под высокой забои без пульсов это старые машины вы знаете типа сайдом тул у нас в Кузбассе они применялись для выбуривания целиком а вот это шахта распадская или шахта колмайн раша распадская где применяются машины последнего типа разработки это не что что-то вроде комбайна но только комбайна который рабочий орган который вбуривается в уступность вот здесь вы видите рабочий орган через каждые 6 метров вставляются секции которые содержат в себе скрипповый конвейер и систему передачи вращения рабочий орган в виде барабана с руками который имеет возможность отрабатывать от 70 сантиметров до 2,5 метров и глубина в буревании 300 метров таким образом вы можете разрезать поле через 600 метров и фактически вытащить дюгом не вскрывая полезные снафарики вот такие вот собственно говоря картинки можно показать начало забуревания и потом дырки которые остаются а вот это секции которые вставляются в промежутки увеличивания вот пожалуй все что я хотел вам сообщить спасибо